Свобода религии — это прежде всего беспрепятственное выражение своих религиозных взглядов и уважительное отношение со стороны общества к тем религиозным взглядам, которые исповедует тот или иной человек. Даже если государство носит светский характер, государство очень большая роль, потому что именно государство может скоординировать и быть на страже соблюдения закона. Например, я могу провести те отношения между религией и государством, которые имеются в моей родной стране, в Азербайджане. Азербайджан — государство светское, но, несмотря на это, государство всячески заботится о религиозных общинах, поддерживает межрелигиозный диалог, является гарантом стабильности и свободы религиозных взглядов. В настоящее время Азербайджан от понятия толерантности перешел к более емкому понятию, к понятию межрелигиозного диалога. Межрелигиозный диалог ведется не в богословской сфере, а больше ведется в сфере социальной. Решаются различные проблемы. Религиозные лидеры, представители религиозных общин стараются совместно решать те или иные проблемы, которые стоят перед обществом. Я могу сказать от лица православной общины, как представитель Бахинской аппархии, в Азербайджане ситуация благоприятная с соблюдением прав, и государство, еще раз повторю, помогает религиозным общинам. В качестве примера я могу провести событие, имевшее быть в прошлом году. 15 ноября 2013 года в городе Баку открылся православный религиозно-культурный центр. На открытии этого центра присутствовал президент Азербайджанской республики, глава религиозных общин Азербайджана, а также общественные деятели. Православный религиозно-культурный центр был построен по распоряжению президента Азербайджана, и все строительство полностью финансировалось государством. А нет там какое-то нарушение права меньшинства? Нет в этом смысле проблем у вас? Или есть деньги? Иногда, может быть. Ну, как граждан Азербайджана, я могу сказать, что все люди, живущие на территории Азербайджанской республики, граждане Азербайджана, они в одинаковой степени, не в зависимости от национальной, религиозной принадлежности, все одинаково пользуются теми правами, той свободой, которой им предоставляет Конституция. Продолжение следует...